Бамжур всем моим любимым зрителям, и если ты не рак, ты на канале Даффи, Лойловый Роумер. И все уже по несколько раз написали, попросили, позвонили мне, сказали, братанчик, давай, пожалуйста, сделай видосиус, как играть правильно на Роуме. И, конечно же, я не могу вас оставить безгодные инфы по правильной игре на Рейт-Тай-Роле. До Дебо Ра-Хе. Обязательно досмотри этот видос до самого конца и не перематывай, потому что тут важная информация до самых последних секунд. Так что мы сейчас разберемся, как играть, куда ходить, кому сопортить, а кому лучше вообще просто ничего не делать. И ставь лайкос, присаживайся на канале, свапай танчика и, бля, полетели. А мне тут сорока на ушко напередело, что ты не знаешь, где пополнить алмазы в Mobile Legends? И поэтому геймер-шоппер-пеппер-ру спешит к тебе на помощь. Это официальный маркетплей с товаров и услуг в Mobile Legends. Там ты очень быстро и легко мужишь алмазямбы прикупить и, конечно же, радостным потом ходить. Трудностей вообще никаких нет, всё прозрачно и понятно. А значит, всё прозрачно и понятно. Ссылка на магазин в описании видоса и в комментарии видоса. Переходи пополняя и абсолютно всегда оставайся с мобловским. Алмазом. Когда мы заходим в игру, вообще нажимаем рейтинг, у нас сразу появляется драфт и вся команда пишет, я не буду танчить, я не буду танчить, я не танк, я не умею. Если я возьму, вы просто... И вы после этого видоса как принц на белой собаке заскакиваете и говорите, что я могу подтанчить. И вообще слово подтанчить уже неправильно, и поэтому сразу переходим к разбору. И первая ошибка это, что танчить и роумить это не одно и то же. А точнее, если быть точнее, слово танчить выходит в перечень действий роумера. То есть поняли, что вот роумер это как раз самое важное. А танчить это одно из дел, что должен делать роумер. Понятно? Понятно, я думаю. А теперь пробежимся по всему перечню, что должен делать роумер. И первое это, конечно же, роумить. Ха-ха-ха. Первое это, конечно же, помогать своей команде. Что входит в смысл помогать своей команде? Изначально это, конечно же, анализировать пик своей команды и пик вражеской команды. И понимать, куда нужно идти в начале матча, где помогать в начале матча. А кто может в начале матча и соло без базара отстоять. Например, если мы видим, что у нас в лесу Бальмонт, который имеет очень много дамага в начале матча. А на голде у нас стоит Ханаби, который раскачается только к зиме. Хотя сейчас зима, но будем думать, что как будто бы сейчас лето, а Ханаби раскачается только к зиме. И вот. Но одновременно с этим против Ханаби стоит Клинт, то конечно же не нужно сломя голову бежать туда, там пытаться что-то помогать. Нет. За счет Бальмонда у нас очень хорошее начало, поэтому мы помогаем ему по максимально быстрой траектории выфармить четвертый уровень. Там зоним кого-нибудь, на вас зоне помогаем, там в файте контроль даем, впитываем дамаг, вытягиваем кнопку. Либо же если вы очень жирный, максимально пытаемся замедлить вражеского кора фарм. Заходим в его лес, отталкиваем крипов, мешаем ему, пытаемся добить, пытаемся отзонить, выйти там, отточу, все пытаемся все что угодно сделать. Главное замедлить вражеского кора фарм. Если же мы роумер с хорошим дамагом, такие как Хильда, Хиллос, то напрямую просто идем на кора вражеского, не мешаем ему ничего не фармить. Напрямую идем на него и просто хаваем его хэпэш очку. Если данного вашего мувчика, мидер или сник обязательно должны подойти и добить кора, которого вы практически уже добили. И если этого не происходит, у вас команда бичей. Но если челы адекватные видят, что у вас дамажный танк, роумер, и в начале матча он пошел как бы душить, то нужно подойти, помочь и добить. Это идеально. И только потом, когда вы уже выформили своего лесника, помешали вражескому леснику, и только тогда делаем первый ганг на голдовскую свою ханаби. А то, что она там пишет, вот в начале матча танк, иди со мной, пожалуйста, я же ханаби, у меня же нет урона, я желаю этого, а это вообще просто какать на тебя. Ты изначально берешь свой ханабский мусор на голду, который не может один на один выстоять и просишь помощи, для чего катка не вокруг тебя крутится. Бери достойных персов, которые могут спокойно стоять голду один на один хотя бы первые три минуты матча, пока фармит лесник с роумером. Дождись ганга, и все, уже пойдет все как по маслу, а не надо вот это вот там... После чего вы уже начинаете понимать, да, то, что вот вы сходили туда-сюда, поформили, чик, вы уже видите, что лесник у вас адекватный, и все как бы понимает. Вы должны с ним сыгрываться, понимать, куда идти, там, что делать, все должны делать вместе, сообщая, даже если вы хренаходитесь не вместе, вы должны понимать, что вы вообще делаете в данный момент. Начало матча это, конечно же, регулярные ганги с лайна на лайн, на мита, заборы черепахи, отзонивания вражины от этой черепахи и все тому подобное. Другая же ситуация, если вы видите, что у Кора вообще и без вас все получается, он нормально там залетает на мит, убивает, на голду убивает, там все это делает, и он и без вас спокойно справляется. Либо Кора у вас, ну, очень мобильный, типа Линк или Фанни, конечно же, вы не будете за ним везде ходить и вот это вот все делать. Что делать вам в этой ситуации? Начните выявлять слабые места в своей теме. Изначально, конечно же, посмотрите на фарм своей команды, у кого меньше всего фарма, посмотрите, как он ведет себя в кат. Например, там боец, его постоянно перебивают, он постоянно бэкается, по фарму проседает, конечно же, лучшим вариантом будет сходить, пойти туда. Как-нибудь помочь, законтролить, подтянуть, там дать свой дамаг, попробовать, короче, келенуть, келануть. Или, например, вы только что со своим лесником ганганули голду, да, и не спешите сразу оттуда уходить. Потому что в основном всегда после вашего ганга, если вы сделали его быстрее и первее, через, там, буквально пару секунд, минуту максимум, на голду к вашему голдеру придут мидера, голдер, лесник и роумер. Потому что нифига себе, вы убили голдера, конечно же, за него придут мстить, поэтому посидите в кусте, подождите как-нибудь, или скажите своему голдеру, чтобы он стоял под вышкой, ожидал вот этого вот момента. То же самое касается и хилеров, типа Эстаса, Рафаэля, вам нужно постоянно роумить, ходить, с лайна на лайн, там сходить похилить, того отхилить, туда сходить, к тому помочь. Увидели, что кто-то по хп проседает, туда спошли, подхилили его, чтобы он не бэкался на базу и не терял свою голду, а постоянно оставался на лайне. За счет вашего хила фармил и перефармливал своего оппонента. Следующее это просветы, карты, съедания, вардов, всяких бомб, всяких вот этих вот мерзких моментов. Малин, наны, дигины, там, бомбы, там, вот эти вот все варды, какие только есть, пополекуповские, селеновские. Если у команды противника это все имеется, вы должны просто кусты чекать, и я не знаю, всю жизнь. Просвечивать карту, по сути, очень просто. Просто занимаете кусты какие-нибудь ближе к бафам, или каким-нибудь лесным крипам, или вообще просто в лесу, и стараетесь намного дольше держать в зоне видимости вражеского кора и рядом с ним его роумера. Тем самым показывая его местоположение на своей мини-карте. Все его передвижения, и не только его передвижения мидера, роумера, там, я не знаю, когда сваплайнов происходят. Все вот эти вот моменты передвижения, где назревает ганг, куда будет ганг, куда стягивается вражеский лесник, все это вы должны показывать на своей мини-карте. И тогда уже, если ваш голдовик совсем не без мозгов, он посмотрит на карту, и увидит, что вот его собираются гангать, и все, уйдет под вышку. В этой ситуации самое главное не пересидеть и не начинать агрессировать. Например, если вы сидите в кусте, чекаете вражеского лесника, смотрите, он такой совсем один, и думаете, хоп, сейчас быстренько подойду, попытаюсь его убить, а там вдруг откуда ни возьмись, сразу его роумер подскакивает, и с медатом фаша прилетает, и вас кокают, по сути. И после этого вы не должны там своей команде писать, а почему я тут один, где и чё, нет, ты просто чекаешь, отдаешь инфу. Светишь карту, показываешь местоположение и не более. И тут мы так плавненько переходим к следующему, также очень важному моменту, это инициация файтов. Правильно инициировать тоже нужно уметь. И эта правильность складывается из нескольких факторов. Запоминание кнопок, которые отдала вражина, например, ультимейт, там, Вейл отдал секунды 3 назад, вражеский роумер вспышку отдавал 25 секунд назад, голдовик без очищения, значит, это не помешает вашему влёту и раздаче контроля. Второе, это вы видите, что ваша команда хотя бы из двух, или, ну, мидера, или лесника рядом с вами, и вы стоите, например, в кусте, а мидер вот уже там за секунду успеет стянуться, а у вашего леса есть хотя бы ульта, то, конечно же, сейчас, в данную секунду, самый идеальный вариант влететь и устроить файт. Конечно же, такое большое количество информации сразу же не получится запоминать. Поэтому для начала просто, чтобы хотя бы ваша команда была рядом, а вражеская команда была идеально там в каком-то месте, где вы сможете синициировать. Поэтому думайте немного наперёд и инициируйте только в правильный и нужный момент. Итак, мы подходим к итогам игры за роумера. Изначально всё зависит от драфта, какого роумера вы пикните, какой тип, какой класс, так вы и будете роумить. Хиллер или контрольный, дамажный или жирный, эта вся информация поможет вам правильно начинать роумить в катке. Дальше это нужно понимать, что роль роумера это одна из самых сложнейших ролей. Светить карту, показывать своим союзникам, что находится в тени, постоянно хавать ворды, стараться участвовать во всех гангах, во всех файтах, а также предотвращать ганги для своих союзников. Дальше это если ваш лесник быстро фармит лес или очень мобильный, не нужно ему помогать в этом фарме, он и без вас справится, лучше идите помогать туда, где действительно нужна ваша помощь. Ну и короче говоря, вы, можно сказать, глаза вашей команды. Должны всё помогать, показывать, контролить, инициировать и всё вот это вот делать. Ну а наш видосиус подваливается к концу. Роуми, правильно, и будут тебе лайкосики не только от своей команды, и от вражеской, тоже в конце катки. Ну а если ты хочешь найти кому роумить, или дуо, трио, или фулочку, можешь зайти в описание видосика, там есть телеграм-канал, там есть чат, мы там общаемся, переписываемся, находим фулку, пати, все в кровати, и постоянно выходят новости, обновления, там всё по игре, по скинам, по героям, и в общем жду там. Не забывай оформлять подписочку, потому что это очень важно. Ну а с вами был Дафи Дак, Лейловый Роумер, и всем репорт. Субтитры сделал DimaTorzok